Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Продолжаем мы с вами разбирать компонент форума Кунена, урок номер 70. В этом уроке я хочу вам показать настройки шаблона, что там можно настроить. Давайте рассмотрим. И для начала, чтобы лучше понимать, какие настройки за что отвечают, нам нужно создать хотя бы один пост в категории форума. Давайте авторизуемся на сайте как администратор и, например, в категории компоненты Joomla создадим новый пост. Создается новый пост очень просто. Нажать на вот эту зеленую кнопочку «Новая тема». Мы сейчас изменим вот эти иконки стандартные, то есть это все в шаблоне меняется. тему я назову «Тест». Ну и здесь что-нибудь напишу. О редакторе, о вот этом мы чуть позже поговорим в следующих уроках. Давайте нажмем «Отправить». Вот так выглядит у нас пост по умолчанию в раскрытом виде. Аватарки нет. Сейчас загрузим как администратор. И у нас есть еще такие соответствующие кнопочки. Здесь позже посмотрим, когда пользователь будет писать, как можно что делать, модерировать, удалять сообщения и так далее. Давайте зайдем в профиль. Прямо здесь мы можем, у нас есть такие вкладочки от самого Кунена форума «Профиль». Или вот здесь мы можем зайти в профиль по клику по аватарке. Здесь вы можете настроить как администратор те данные, которые вы хотите, чтобы видел пользователь. Настроить подпись у форума. В общем, здесь всевозможная статистика, всевозможные данные. Кнопочка «Изменить» кликаем. Вот здесь меняется данный профиль. Вкладочка тоже можете указать дату рождения, пол, где вы в социальных сетях. Аватар и установки форума. Аватар можем загрузить с компьютера. Я выбираю картиночку свою. Сохранить. После этого, как аватар загрузили, у нас вот здесь появляется аватарка. И в миниатюре его здесь. И, соответственно, если мы зайдем на форум, вот здесь отмечаются картиночки справа в общей категории. То есть, кто отвечает, последний ответ в категории картинка отображается здесь. И, соответственно, если зайдем в сам пост, отображается здесь. Размер картинки, скругленные края. Сейчас как раз таки это все мы будем смотреть в настройках шаблона. Переходим в админку нашего сайта. Заходим в компоненты кунена форум. И переходим на вкладку шаблона. Здесь два шаблона. И тот, который сразу по умолчанию встает, вы его видите. Он у нас, вот он, самый верхний. Просто по названию шаблона кликаем. Здесь первая вкладка информация. Версия шаблона и так далее. Переходим в основные параметры. Смотрите, иконка по умолчанию для всех категорий. Это та иконка, которая у нас идет в форуме. Такая папочка, вот она. Если нужно сразу для всех сменить какую-то основную иконочку, здесь такие же иконочки подходят. В прошлом уроке я об этом говорил. Набор иконок профиля. Здесь у нас ничего нет. Default Icon Set тоже здесь ничего мы не трогаем. Набор иконок редактора. Тоже ничего нет. Цвет Lightbox. Ну, это когда, скорее всего, всплывающая у нас картинка по клику на картинку, которая загружена в пост. Вот цвет Lightbox белый или черный. Я оставляю белый. Загрузить Bootstrap KSS. Поставим. Да. Скрыть границы таблицы. Да. Смотрите, это у нас вот здесь вот слева и справа мы можем такой тоненькой граничкой обрисовать наш форум. То есть вот у нас горизонтальные такие, видите, серые линии есть. Также можно такие рамочки задать слева и справа. То есть если скрыть границы, мы выбираем нет, тогда рамочки появятся. Длина заголовка сообщения. Также можете управлять здесь. Количество символов. Показать действие по умолчанию. Да. Нет. Оставляем да. Напечатайте быстро ответ. Модальный, то есть это всплывающее. И всегда видим. Оставим модальный. Нажмем сохранить. Обновим страницу. Зайдем в пост. Быстрый ответ у нас будет вот в таком окне. Если быстрый ответ оставим по умолчанию, то у нас быстрый ответ будет появляться форма ниже. Я считаю намного симпатичней, когда она в всплывающем окне. Дальше действие можем ответить. Это если ответить, это будет полный, значит, ответ в смысле имеется в виду, будет виден редактор. Вот этот вот, да. И можно будет здесь всевозможные какие-то манипуляции делать. Задать цвет там всевозможные, да. А при быстром ответе у нас такой возможности нет. Только название темы и сообщение. Поэтому здесь я оставляю модальный. Я считаю, что это намного симпатичней. Быстрый ответ вот так вот, да, будет выглядеть. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Переходим на следующую вкладку свойства. Показать меню. Да, нет. Я оставляю. Да. Показать модули. Да. Показать навигатор сайта. Да. Да. Показать объявление на форуме. Но, честно говоря, сам еще не разобрался, что за такое объявление стоит. Да, в принципе, оставим пока. Показать нижний колонн титул. Да. Позиция профиля. Вот смотрите, слева, справа, наверху, внизу. Давайте попробуем сменить и посмотрим, что это будет. Позиция профиля. Наверху. Сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. И вот что получается. У нас было слева. Когда мы писали сообщение, теперь оно наверху находится. Посмотрим, как выглядит общий форум. Здесь у нас, в принципе, изменений нет. Честно говоря, смотрится не очень хорошо. Здесь можно оставить либо слева, либо справа. Давайте посмотрим, как выглядит справа. Вот справа выглядит вот так, да? Тоже довольно-таки интересно. На ваше уже усмотрение. Я оставляю слева. Тип аватара. Ну, конечно же, новый тренд. Круглый аватар. Это вообще классно. Можно сделать миниатюры. Нормально. Это будет квадратная картинка или закругленная, например. Давайте посмотрим. Здесь у нас, наверное, не будет видно, потому что у меня сама картинка тоже круглая. Здесь у меня на аватаре это не будет видно. Здесь нужна картинка не с прозрачным фоном. Тогда будет это видно хорошо. Здесь я оставляю круг. Показать метки, отключить. Вот смотрите, какой момент. Если вам на форуме нужно вот такую вот вещь, как у меня. То есть какой-то вопрос подняли. Если вопрос не решен, будет статус вопрос. Если вы на вопрос ответили, тема закрыта, то вы можете редактировать тему пользователя и изменить статус на решено. Это очень классная вещь. И если вам такое нужно, то вот здесь вот мы выбираем ID темы. Нажмем сохранить. Обновимся. И сразу же вот здесь вот меняется. Видите, у меня стоит вопрос. То есть смотрите, если сейчас мы нажмем действие, нажмем изменить. То есть мы редактируем пост. То, например, мы выбираем здесь галочку. Сейчас мы, кстати, сменим эти иконочки. Нажимаем отправить, то есть сохраняем заново. То у нас вот здесь вот стоит решено. Конечно же, если вам нравятся эти иконки, вы можете их оставить. Но я их заменю, потому что мне нравятся другие. Значит, здесь оставляем ID темы. Кто на сайте. Имя, аватар, оба. Оставим оба. То есть это показывать. Запоминать и восстанавливать текст. В принципе, поставим да. Здесь, кстати, можете просто наводить мышь на пункты. И здесь в всплывающей подсказке идет описание каждой опции. Иконки тем. Вот классная вещь. Можно выбрать Bootstrap 2. Или вот еще один вариант. Если я его выбираю, нажимаем сохранить. Идем на сайт. Обратите внимание вот на эту галочку зеленую. Сейчас я обновляю страницу. И у нас просто это решено. Давайте зайдем. Изменить. Пост. Да, у нас иконок еще нет. Мы с вами их еще не подключили. И сейчас мы до этого дойдем. Как раз таки ниже вот это поле. Загрузка этих иконок. А у нас стоит нет. Ставим да. Сохранить. Теперь обновляем сайт. Иконки будут подгружены. Вот. У нас такие шрифтовые иконочки. Если они вам больше нравятся. То есть здесь можете каждую повыбирать. И посмотреть, что это значит. Например, сердце если взять. Отправить. То будет пост любимый. Вот видите, по-русски написано любимый. То есть если вам такие нравятся иконочки, то оставляйте. То есть есть у нас конечно же выбор. Bootstrap 2, по умолчанию или вот этот третий вариант. Показать, поделиться в социальных сетях, конечно же, да. И ниже. Социальные темы. Тут уже смотрятся классические, плоские, миниатюры, простой. Если оставим классический. Обновляем. То есть появляются вот такие кнопочки социальных сетей над каждым постом внутри. То есть здесь их конечно же нет. А уже в самом пост. Если мы зайдем внутрь, да. То здесь будут такие кнопочки. Если они слишком громоздкие и большие, то здесь есть выбор. Можно сделать простой, например. Обновляемся. И будут вот такие вот социальные кнопочки. То есть поделиться в социальных сетях, поделиться с этим постом. Это своего рода как бы социальное продвижение. Если народ более-менее на сайте у вас на форуме возится. Они будут, если кликать под социальным кнопочком. То это уже будет некое социальное продвижение вашего форума. Доступ на запись. Показать права доступа в конце статей. Да, оставим. Следующие BB коды. Ну, как раз таки вы можете просто здесь отключить. Или включить. Они в принципе все включены. Это у нас то, что находится в редакторе. То есть если мы заходим в пост. Вот он, видите, например, SoundCloud. Давайте попробуем отключить SoundCloud. Я вам уже об этом говорил, что это такое. Обновляем страницу. SoundCloud отключается. То есть какие-то элементы, если нужно отключить в редакторе. Ненужные здесь вам совсем. То вы можете их отключить. Вот я бы отключил, например, еще Twitter здесь. Ненужный, я считаю, совсем. Инстаграм тоже мне не нужен. eBay можно отключить. Дальше переходим вкладка расцветка. Выберите цвет иконки категории. То есть смотрите, это основной цвет иконок. Вот у нас они, видите, идут синие. Сейчас перейдем на форум. Синий. Давайте попробуем выбрать какой-то другой цвет. Например, желтый. Сохраняемся. Обновляемся. И вы видите, они у нас становятся иконочки желтые. Даже, наверное, сделать лучше потемнее. Или потемнее. Или сделать какие-то их оранжевые, например. И, соответственно, ниже, вот эта зеленая, это цвет иконки новой темы. То есть когда кто-то написал у вас на форме. Вот, смотрите, например, они оранжевые сейчас. А когда кто-то написал на форме. То есть пока тему вы еще не посмотрели. Сделаю я, например, красную. Нажмем сохранить. Сейчас я выйду как администратор и зайду как пользователь. Зашел как пользователь. И вот новая тема также для пользователя. То есть я что-то написал. Вы помните, да? Тест. Я сделал запись первую. И тут же здесь вот показано новое. Первое новое. То есть для меня что-то новое на форуме. И плюс, видите, иконка помечается красным. Новая тема красным. Если я зайду. Зайду, например, внутрь. Посмотрел пост. Жму назад. Видите, цвет изменился. То есть пометка и иконка стала вновь оранжевой. Вот так вот все у нас здесь устроено. И остается последняя вкладка настройки шаблона. Аватара. Здесь как бы ничего сложного нет. Здесь у нас идут размеры одной как бы тоже аватарки в разных местах. То есть смотрите, аватарка здесь. Аватарка здесь. И соответственно аватарка в самом посте. То есть размер аватара здесь. Здесь можно каждый из видов аватаров либо убавить размер, либо прибавить. В принципе можно оставить так, как есть. На этом данный урок я заканчиваю. Если для вас он был полезен, ставьте пожалуйста лайк. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla. Неважно. То сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostic. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга. Тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент. Возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг. Это очень важно. Онлайн поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены. Мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция. Три месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok